Рассмотрим поподробнее основные заблуждения относительно сетевого маркетинга. Миф первый. Сетевой маркетинг – это пирамида. Зарабатывает только верхушка, конечные дистрибьюторы зарабатывают мизерные проценты. Развенчать этот миф нам поможет простое сравнение двух структур – традиционный и сетевого маркетинга. Как устроена традиционная корпоративная структура? Наверху всегда директор или президент корпорации. Ниже стоят его заместители, под ними старшие менеджеры, еще ниже менеджеры среднего свина и в основе рабочий и младший персонал. В чем смысл корпоративной структуры? В том, что каждый представитель верхнего уровня зарабатывает больше, чем нижний. Напоминает ли вам этот порядок пирамиду? Без сомнения. Приходя в компанию сетевого маркетинга, вы начинаете создавать свою структуру продвижения товара, приглашая и обучая новых дистрибьюторов. Ваш доход складывается из товарооборота, который вы создаете лично, плюс процент с товарооборота, созданной вами сети дистрибьюторов. Система учета сетевой компании отслеживает вашу активность и выплачивает соответствующие вознаграждения. Уровень вашего дохода зависит только от ваших организационных способностей. Вы можете зарабатывать больше денег, чем пригласивший вас дистрибьютор, и любой дистрибьютор, пришедший в компанию задолго до вас. Графически эта структура будет выглядеть как перевернутая пирамида. Количество мест на вершине неограничено. Если называть вещи своими именами, то к сетевому маркетингу в большей степени применима понятие «эффективный менеджмент». Продолжение следует...